Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, у нас с вами память нескольких икон Пресвятой Богородицы, иконы Донская и иконы прибавления ума. Но для нашего храма сегодня особый праздник, потому что мы вспоминаем Отца Николая Лебедева, Священного Исповедника, который служил в нашем храме и был настоятелем Казанской Церкви Павласьева. Но для каждого из нас, наверное, это особое чувство, когда мы вспоминаем того человека, который служил в нашем храме, который видел все то же, что и мы, и молился так же, как мы с вами сейчас. И вот мне хотелось бы немного рассказать о его жизни. Вчера в очередной раз я перечитывал жизнеописание Отца Николая и опять удивлялся, какой это был удивительный человек, и как много он сделал для простых людей. Родился он в 1869 году в Бежицком уезде в семье Пономаря. Семья была бедная, поэтому образование отец Николай получал за казенный счет, учился в семинарии. Но поскольку учился он очень хорошо, ему потом предложили поступать в академию, и он бы мог, наверное, сделать хорошую карьеру. Но он всегда мечтал о том, чтобы помогать простым людям, и отказался от учебы в академии. После отличного окончания семинарии, некоторое время, полгода он был псаломщиком у отца на приходе в Бежицком уезде, а потом был рукоположен священник и в 1894 году стал настоятелем храма во Власево. И, как мы понимаем, на тот момент он еще был сравнительно молодым человеком. Но, тем не менее, он понимал, что надо не только служить, но и заботиться о простых людях. Он очень много описал, когда писал документы для советской власти, которая его обвинила в контрреволюционной деятельности. И он многое рассказал, что его главной мечтой было помогать простым людям, потому что он сам жил в деревне и видел, как страдали крестьяне, поскольку многие были неграмотными, многие были нищими людьми, которые не имели защиты от произвола и властей, и разных богатых людей, поэтому ему хотелось помочь всем этим людям. И вот, начав свое служение в нашем храме, он решил воплотить то, о чем мечтал, и ему это удалось. Уже через несколько лет после начала своего служения, в 1897 году, при храме было создано общество трезвости, и с годами оно росло и становилось все больше и больше. Появлялись отделения в других приходах по всей епархии, и общая численность участников этого общества трезвости было больше 17 тысяч человек. Вы только задумайтесь, как это много. Сейчас мы с вами живем в то время, когда благодаря современному транспорту мы можем ездить куда угодно, можем общаться друг с другом, и сейчас эта цифра поражает. А в начале 20 века, когда людей в нашей области и в Твери было гораздо меньше, представьте, 17 тысяч человек были в обществе трезвости при постом храме, который на тот момент был сельским храмом. Да и сейчас это окраина Твери, сельский храм. В 1901 году отец Николай открыл приют для людей, которые совсем опустились и не могли уже вернуться сами к нормальной жизни, для людей, страдающих пьянством. И он опять же описывает, что отдал туда весь свой домашний скот, отдал какой-то сельхозинвентарь для того, чтобы помогать людям. И при храме было много разных мастерских, и столярный цех, и много-много разных других, чтобы каждый мог найти себе занятие. Те, кто обладал какими-то науками, могли трудиться по своей профессии. Кто ничего не умел, тех учили что-то делать. И одновременно в этом приюте находилось до 50 человек. Отец Николай говорил о том, что все эти алкоголики причинили ему очень много вреда и проблем. Больше пяти лет он занимался этим и очень много проблем претерпел. И кроме того, чтобы понять, какой был авторитет у этого батюшки среди прихожан, стоит еще вспомнить несколько случаев. Он говорит о том, что когда приехал служить, то во Власио в деревне было несколько кабаков местного кулака Баскакова. И представьте, священник поставил себе целью закрыть эти кабаки и выжить кулака, у которого была целая деревня. Ну, влиятельный человек был. И ведь ему это удалось. В какой-то момент он поставил ультиматум прихожанам, или он покидает приход, или кабаки будут закрыты. И люди выбрали закрыть кабаки, в которых они до этого пьянствовали и забывали о своих семьях, о своих детях. И со временем этот кулак Баскаков уехал. Он жил здесь рядом, в деревне Пасынково. И батюшка прямо говорит, что поскольку у него была такая принципиальная позиция, и он пытался помогать простым людям, многим это не нравилось. Ему не просто говорили какие-то неприятные вещи, угрожали смертью. Но он, видя такое сопротивление, не замолчал, а еще больше стал развивать свою активную деятельность по помощи людям. Он мог бы этим не заниматься, мог бы продолжать служить в своем храме, совершать крещение, отпевы и все, и ничем больше не заниматься. Но сердце его болело за простых людей, и поэтому он не только шел к людям, но и реально хотел им помогать. Самое важное, что он понимал, что простые люди были необразованы и многого не понимали. Поэтому он стал заниматься просвещением людей. Он понимал, что нельзя просто заставить человека бросить пить, надо ему показать другую жизнь. И ему это удалось. Представьте, в начале 20 века, можно сказать, в Тверской деревне, он выписывал журналы из-за границы, выписывал какие-то самые лучшие семена, которые были на тот момент, покупал какие-то сельхозмашины самые современные, показывал людям фильмы, и организовывал, и при храме, и по всей епархии чайные, где люди могли пообщаться друг с другом без выпивки, почитать книги, поделиться опытом. И это дало свои плоды, люди его очень любили. Конечно, не всегда его понимали. Вот несколько примеров мне еще хочется вам привести, которые не во всех жизнеописаниях батюшки приводятся. Он говорил крестьянам о том, что очень важно заниматься сельским хозяйством и сажать разные растения, травы, но его не слушали, говорили, денег нету. И тогда он на свои деньги, и ему пришлось в долг залезть под свою личную ответственность. Он нашел семена клевера и засеял несколько полей клевером. И люди, когда увидели, что действительно это хорошо, то его стали благодарить. И потом стали это делать не только во Власево, но и во многих деревнях Тверской епархии. Кроме того, он понимал, что серьезнейшая проблема – это бедность людей. поэтому он очень много усилий прикладывал для того, чтобы улучшить экономическое состояние деревни. И помогал людям. Было создано товарищество кооперативное, где люди могли получить помощь. И в нем состояло больше восьми сотен человек. представьте, это в начале 20 века, это очень много, учитывая, что это деревенский храм. И благодаря этому ему удалось помочь очень многим семьям. Многие отцы перестали пить и вернулись к детям, к жене. Многие семьи смогли вырваться из бедности, дети смогли получить образование. И в 1905 году, когда были уже очень сильные революционные настроения, прихожане сообщили отцу Николаю, что в Имаусе рядом будет митинг, приедут агитаторы революционные. И люди понимали, что они не образованы, им нужна помощь. И поэтому позвали батюшку, который знали, что их не предаст. И когда отец Николай описывает, приехал туда на этот митинг, то там выступали родственники священника, который служил в Имаусе. И призывали к свержению правительства, к тому, чтобы люди вооружались, ругали власть. И отец Николай стал спорить с этими людьми, чему они очень удивились. И стал говорить о том, что у собравшихся есть свои семьи, свои дети. И против кого вы предлагаете вооружаться? Против правительства. Там предлагали перестать платить налоги, требовать от правительства чего-то. И отец Николай справедливо задавал вопрос, а если никто не будет платить налоги, где мы деньги возьмем, чтобы все это открывать? А если вы будете здесь устраивать бунт, то правительство привлечет войска, и что вы со своими виллами сделаете против пушек? Вот представляете, насколько это смелые и мудрые слова. И люди ведь его послушали. Агитаторы эти удалились, а люди благодарили батюшку за то, что он им помог. Потому что они понимали, что их очень легко ввести в заблуждение. Чем и пользовались эти революционеры. И, конечно, не все были рады тому, что батюшка такой активный. Он открывал школы, но не церковно-приходские, а земские школы, чтобы крестьянские дети могли получать образование. И поэтому местные власти его не любили. Поскольку он по благословению священно-началия состоял в разных комитетах губернских по трезвости, по здоровому образу жизни, то не раз критиковал губернатора за то, что вроде идет борьба с пьянством, но не очень активно. Из-за этого его не любили, даже хотели убрать в какую-то другую епархию. И только то, что правящие архиереи понимали, насколько значима деятельность отца Николая, то его отсюда не убирали. Несмотря на то, что он занимал такую жесткую позицию и помогал простым людям. Многим это не нравилось. Как я уже говорил, ему даже угрожали. И когда настали тяжелые времена, когда начались гонения на церковь, то у прихода и у отца Николая отобрали всю землю. И он прямо говорил о том, что я 35 лет здесь живу, мы начали обрабатывать эту землю совсем никому не нужную, а сейчас ее забирают и ничего не предлагают взамен. на что будет жить моя семья. И когда об этом говорили, то представители советской власти больше говорили о том, как батюшка живет, то есть на его материальное положение обращали внимание, а не на то, что он делает. Хотя простые люди священника всячески защищали. В 1929 году отца Николая арестовали и стали обвинять в том, что он выступал против советской власти. Стали вспоминать митинг 1905 года в Эмаусе, на котором он выступал. Кроме того, был еще случай, когда девушка, такая уже в советской закалке, пришла с танцев и зарезала свою родственницу, у которой было трое детей. И он на отпеве сказал, что нужно не только танцевать и веселиться, но и образовываться, читать книги, чтобы не было такого зла, что это страшное событие. И его обвинили, что он выступил таким образом против советской власти. И прихожане многих сел, не только Власьево, но и Пасынково, Большие перемерки, много-много других деревень соседних, все стали поддерживать отца Николая, написали письмо к советской власти, где открыто говорили о том, что он не выступал против власти, он всегда помогал простому народу. И вот знаете, что интересно, когда я читал жизнеописания отца Николая, у нас сейчас часто критикуют власть, но видите, его время тоже это было, все время кто-то был недоволен, но он не ждал, пока ситуация изменится, а старался делать что-то сам, и это дало свои плоды. К сожалению, отец Николай был осужден на три года, отправлен в Архангельскую область, и дочь его обращалась не раз к властям, чтобы его отпустили домой, когда уже срок закончился, но власти его не отпустили, и, к сожалению, 1 сентября 1933 года он отошел ко Господу, потому что был человеком уже пожилым, уже ослаб, храм был этот закрыт, и за советское время чего-то только не было, и только в 89 году храм был возвращен церкви, это первый храм, возвращенный в Тверской епархии, и в это же время, когда в июле храм был возвращен, в это же время был реабилитирован отец Николай, и в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе он был причислен к лику святых, и когда я приехал в этот храм, я удивился, что многие прихожане не знают о том, что у нас есть святой, который служил в этом храме, а еще меньше людей знают, как он трудился, почему он стал святым, и я думаю, нам надо делиться со всеми людьми, со всем миром о том, какой замечательный пример есть священника, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и служению людям. У нас часто пытаются ругать и церковь, и священников, но много и хороших примеров. И вот с Божьей помощью так я хотел сразу, как сюда приехал, сделать иконы отца Николая, потому что буквально в нескольких храмах Твери есть иконы отца Николая Лебедева. молился ему о помощи, как нам решить этот вопрос. И так получилось, что мои прихожане с острова приехали в наш храм и оказалось, что их дети делают иконы. И вот с Божьей помощью как раз к празднику, к первому сентября нам сделали иконы отца Николая, которые можно приобрести в лавке. Иконы это действительно удивительное, которое написала наша прихожанка иконописец нашего храма Елена Антонова. Вот такой удивительный образ, где батюшка держит на руках икону Богородицы неупиваемой чаши. Действительно он своей жизнью показал, что справиться с этим страшным недугом пьянства возможно, но это непросто. Для этого иногда нужны годы и нужны большие силы. Я думаю, что каждый из нас сегодня может помолиться отцу Николаю из-за своих близких, которые страдают от недуга пьянства и за своих детей, которые учатся или будут учиться, потому что отец Николай очень много уделял внимания именно образованию простых людей. И он понимал, что именно через это можно справиться со многими грехами. Я надеюсь, братья и сестры, что увидев пример жизни отца Николая, наша вера тоже укрепится, и мы по-другому, может быть, посмотрим на свою жизнь, на свой храм. Всем желаю помощи Божьей и заступничества отца Николая Лебедева. С праздником! Спаси Господи! Братья и сестры, еще хочу сказать, мне стали жаловаться о том, что много разговоров в храме во время службы. У меня большая просьба помните о том, что на литургии, на всеночном бдении мы молимся, не разговариваем, а молитва это часть подготовки к причастию, к исповеди. Если кто-то хочет поговорить, можете выйти на улицу и там пообщаться, никто не будет за это осуждать, но когда мы разговариваем в храме, это вызывает осуждение других людей, и ничего хорошего из этого нет. Я не помню, кто из святых отцов сказал, что за разговоры в храме Господь посылает скорби. Кто-то из оптинских старцев, отец Амвросий, да. Зачем нам скорби? Я думаю, их и так хватает у каждого в жизни. Я не хочу, как в некоторых храмах, крупными буквами вешать объявление, что за разговоры в храме посылаются скорби. У нас большинство прихожан и так больше 30 лет ходят в храм и все уже знают. Если кто-то имеет такую страсть разговаривать на службе, исповедуйтесь в этом. Вот у нас батюшка Евгений замечательно исповедует, полгорода к нему приезжают на исповедь. Пользуйтесь этим, чтобы избавиться от такого греха. Потому что мы сейчас в будни служим в маленьком алтаре в честь святителя Николая. И бывает такой гул стоит, хотя людей немного. Вчера вообще смешно получилось. И к тенью начал говорить. Три прошения сказал, хор молчит. Спрашиваю потом хор, почему молчите? А мы разговаривали. Хор разговаривал на службе. Это разве нормально? Все вопросы надо решать после службы. Я советую перед литургией даже ни с кем не разговаривать. Я никогда не решаю никакие вопросы до литургии. Если кто-то хочет со мной поговорить, то всегда после службы у нас есть чаепитие, сегодня тоже будет чаепитие. Мы можем пообщаться, поговорить и обсудить все вопросы. А во время службы надо молиться, потому что когда мы начинаем разговаривать, то мы и сами не молимся, и тот человек, с которым мы разговариваем, не молится, и все вокруг нас осуждают. Я надеюсь на понимание, братья и сестры, что вы меня услышите. Всем желаю Божьей помощи справиться с такой проблемой. Спаси Господи. Сейчас мы послужим молебен о учащихся и помолимся отцу Николаю Лебедеву. Спаси Господи. Господи.